Всем привет! Сегодня я хочу поговорить на очень интересную тему, довольно много об этом на ютубе, поэтому и я решила, стоит поговорить, так как я тоже столкнулась с подобной темой. А тема «Украинцы возвращают деньги обратно». Итак, начнем с того, что гуляет по ютубу, не только ютубу, о том, что многие беженцы, украинцы других национальностей, да, получили деньги на обустройство своего жилья. Вам были выданы целевые деньги, разные суммы, у каждого они разные, я не могу знать, потому что именно лично я этих денег не получала. Но украинцы деньги потратили, чеки не сохранили, и теперь сталкиваются с проблемой, где же деньги, где же чеки, где же все это. Я же тоже столкнулась с тем, что мне пришло письмо, гугл-переводчик, говорю сразу, мне перевел в то, что это вообще какой-то иск, по-моему, судебный, да-да-да, о том, что нужно вернуть деньги. Мне пришло сообщение о том, что мне нужно вернуть 219 евро до 5 июля. Я не знаю, когда выйдет это видео, но до 5 июля мне нужно было вернуть эти деньги в гугл-переводчике. Я пошла со своей знакомой, которая знает немецкий язык, она почитала, она тоже поняла, что я должна эти деньги вернуть. Так как, сейчас объясню зачем, так как эту сумму мне выплатил Job Center, но 1 июня, с 1 июня, не именно 1, а с 1 июня, были поданы нами документы на получение денег на детей в другой структуре Германии. Соответственно, никто вам больше платить не будет, кто сейчас тут будет думать, вы супер, много денег обучаете. Нет, ребят, в Германии так это не работает. Здесь вам положена на ребенка определенная сумма денег, для других, а также есть структура, которая в Германии до 18 лет детей платит на содержание детей деньги. Как у нас мы до 3 лет получали в Украине, по-моему, я получала до 3, ну или я получала в другом, у нас было там 130 гривен, то здесь 219 евро выплачивается ежемесячно работающим родителям. Но и неработающие, по-моему, тоже получают, ну просто у них идет этот перерасчет от Job Center. То есть получается, на ребенка определяется Job Center определенная сумма ежемесячная, а также есть сумма, которая платит другая структура, и она платит и немцам, и нам точно так же. То есть, соответственно, Job Center мне выплатил эту сумму, но и эта структура должна вроде как бы выплатить. И для того, чтобы не было больше, чем нужно, вот у них идет несостыковка. Но, когда я уже обратилась с этим письмом к куратору и задала вопрос, как это сделать, ну если я уже должна вернуть, то давайте я уже верну, хотя я их еще не получала на тот момент эти деньги. Ну ладно, давайте я верну, они у меня на счету есть, покажите, как это делать. Они уже пришли на счет, но я их еще снять не могу, не могу им воспользоваться. Что мне нужно сделать? Давайте мы это сделаем, дабы не было вопросов. Я не хочу, должна лучше я, пока я их не потратила, пусть сразу и уходят от меня эти деньги, которые мне не нужны. Не мои, да? Она сказала, нет, ты ничего не должна возвращать. Эти деньги должна вернуть та вторая структура, Job Center. Это вторая структура, я ее забываю все назвать вам. Это Фэмилия Капса называется, Фэмилия Капса, правильно, семейная Капса, в переводе, да? То есть она должна вернуть этой структуру, от Job Center, потому что Job Center мне уже заплатил. Поэтому они должны вернуть вот этот вот нюанс и нужно понимать. Поэтому сегодня я, на сегодняшний день я понимаю, что я ничего никому не должна и мне лично возвращать пока ничего не нужно. Однако хочу заметить, ребят, если вы получаете на что-то целевые деньги, то есть мы с вами получаем пособие на ежемесячное содержание, да, на продукты, на одежду, на питание. Ну, в принципе, это считается вроде как на продукты, если я не ошибаюсь. Если мы с вами получаем эту сумму денег, это ваше питание, продуктовая ваша корзина, на которую вы тратите сами деньги. Если же вы получаете деньги целевые, где вы заявляете, что вам нужна мебель, где бытовые, да, предметы быта нужны, где вы заявляете, что вам нужна одежда и вам продают на одежду, то обязательно сохраняйте чеки. Если же не будет чека, ребят, вам придется вернуть, к сожалению, потому что в Германии эти деньги считаются подотчетными. Говорят, что чеки на продукты можно не сохранять. Ну, здесь тоже такой двоятный нюанс. Не знаю, нужно, не нужно, пока я все сохраняю, стараюсь, хотя, мне кажется, когда столкнешься, ты все растеряешь, все забудешь, все. Я какие-то выбрасываю, какие-то сохраняю чеки мелкие. Ну, пока вот такие образы. И вам рекомендую. Здесь стоит, конечно, все сохранять. На сегодняшний день вот такое количество папок. И это еще у меня есть две маленькие, правда тоненькие. Это те папки, которые мои и которые прикреплены для меня, которые здесь в Германии накопились. У меня в Украине столько документов не было. Это немножко, конечно, удивляет. Ну, привыкаешь ко всему, ребят. Вам желаю хорошего дня. Это был короткий ролик и довольно важная информация. Всем пока-пока.